Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо», программа, в которой мы обычно говорим о православной вере и о жизни православной церкви. Вы знаете, пожалуй, ни одно слово, ни одно понятие так часто не подвергается искажениям, как слова «Православная церковь», «Церковь Христова». Люди готовы признать себя несведущими в науке, в искусстве, но толковать о вопросах церковных, о том, что такое церковь, сегодня готовы миллионы, часто совершенно не понимая, что такое церковь, что такое православная вера. Более того, принимая за церковь свои собственные выдумки или выдумки различных телевизионных деятелей, которые, прямо скажем, нашу веру не любят. Если бы речь шла о каких-то вещах несущественных, то на такие заблуждения можно было не обратить внимания. Но когда мы говорим «Церковь Христова», мы входим в область, которая касается каждого человека, каждого живущего на земле. И вас, те, кто смотрит сейчас на меня, хотите вы того или не хотите, но так оно есть. У нас сегодня крайне важная, крайне важная тема. Я рад, что она у нас есть. Что такое церковь? И второй вопрос, который мы постараемся разобрать. Почему церковь Христова может быть только православной церковью? Я с удовольствием представляю наших экспертов, наших гостей. Это священник киевских храмов в честь преподобного Агапита Пещерского и святителя Луки Крымского, отец Богдан Рябко. И... Спасибо. Религиовед Елена Кулакевич. Ну и наш третий гость – это представители православных приходов Киева и Украины. А начнем мы, как уже стало у нас традицией, с цитаты апостола Павла, человека, который для обращения народов к церкви православной сделал, может быть, больше, чем остальные апостолы и ученики Христа. В общем, начинаем по традиции со слов апостола Павла. Ибо как в одном теле у нас много членов, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порзань – один для другого члены. Мы входим в область, для вас, может быть, для многих совершенно неизвестной. Итак, что такое церковь? Если мы возьмем значение этого слова, первым, конечно же, будет стоять не здание, не строение, а, конечно же, собрание. То есть мы берем это из древнегреческого, то есть слово «экклесия», которое обозначало собрание. Собрание верных, безусловно. Но и здесь нельзя не сказать о том, что это собрание верных вместе, по сути, с Духом Святым. То есть здесь некое соединение, или, можно сказать, симфония, созвучие. То есть люди собираются, предстоящие Богу, и мы понимаем здесь два вот этих элемента, то есть верующий и сам Господь. Итак, церковь – это собрание, в котором присутствует сам Господь, и присутствуют верующие. Определение правильное, но оно не полное. Так, пожалуйста. Потому что это не просто собрание людей, это собрание людей, которые исповедуют общую веру. То есть определенные принципы, которые выражены в вероучении. И опять же таки, даже наука, социология, религия нам говорит о том, что это люди, которые собрались вместе, чтобы исповедовать одну веру, но совершать определенные действия, что немаловажно. А церковь актуализируется в Евхаристии. Мы к этому сейчас подойдем. Спасибо. Сейчас пока для наших зрителей продолжаем. Кто и когда создал церковь? В принципе, здесь ничего такого тайного нет. То есть мы говорим о создании церкви, церкви после смерти и воскресения Христа, то есть момент Пятидесятницы. То есть это момент создания, который, в общем-то, всем понятен, точка отсчета, скажем, существования церкви. Но если мы берем некую предысторию, то это действительно создание человека в раю. То есть Господь создавал церковь изначально именно там, но она там не состоялась. В следствии от падения человека, его грехопадения, отхождения от Бога. Но Господь, скажем, эту идею не оставил. То есть Он не оставил человека ходить своими путями. Он все-таки, в общем-то, о нем печется и ведет к Богообщению. А в этом и есть, в общем-то, смысл церкви. Батюшка употребил слово Пятидесятница. Боюсь, что не все наши зрители знают, что произошло в Пятидесятницу. Батюшка имел в виду тот момент, мы знаем о нем, читаем в Новом Завете, когда Дух Святой сошел на апостолов. И этот день называется Днем Пятидесятницы. Это 50-й день после воскресения Христова. Как раз подошли к той теме, которую вы, Елена, начинали. Вот для чего создана церковь? Почему? Для чего она нужна? Ну, безусловно, церковь дает нам единственную возможность спасения. Спасение вне церкви, с православной точки зрения, оно невозможно. И что происходит в Праздник Пятидесятницы? Господь посылает Святого Духа на апостолов, и они начинают говорить на разных языках. Причем многие присутствующие в этот момент люди, они узнают свои наречия. Дело в том, что нужно сделать небольшое дополнение, что во время праздника Пятидесятницы в Иерусалиме собралось очень много людей, потому как это был еврейский праздник. И были удивлены люди, которые видели это чудо тем, что апостолы начали говорить на разных наречиях, которые не могли знать, потому что они были все в основном из Галилеи, где говорили на своем наречии. И что это дает? Господь дает такой дар, чтобы апостолы шли и проповедовали Евангелие, чтобы апостолы строили церковь Христову по всему миру. А вот я сейчас обращаю ваше внимание на принципиальнейшее слово, которое было сейчас употреблено. Это слово спасение. Церковь была создана Господом для нашего спасения. Я прошу, батюшка, остановиться вот на этом. Что мы, православные, вкладываем в слово спасение? Во-первых, это, если мы говорим, скажем, просто, то есть не усложняю этот вопрос, то есть человек, находящийся вне Бога, это человек не свободный. То есть это часто мыслится так, что человек, входящий в ту или иную религиозную организацию, он как бы теряет некую свободу. На самом деле, человек, находящийся вне церкви, он очень не свободен. Несвободен от самого себя, от своих грехов, от своих каких-то пристрастий и слабостей. В общем-то, то есть это часть той стороны несвободы, которая есть, и которую Господь освобождает в церкви. Но это некий путь. То есть это не делается сразу и моментально, то есть некий путь, некой борьбы, которую человек должен пройти. В этой борьбе он идет уже не сам в церкви, то есть он сопровождается с Христом, по сути. То есть его путь обращен ко Христу, и Господь сопровождает в течение этого пути. А вот нас кто-то спросит, зачем мне спасаться? Во имя чего? Я живу в грехе, да? А почему в грехе плохо? До чего мне это? До чего я должен освободиться греха, очиститься? Как церковь спасает? Каким образом? Ну, во-первых, человек, в принципе, должен хотя бы разжизненно задаваться какими-то вопросами более серьезными, чем, скажем, проблематика его каких-то моментов жизни, работы и отношений. То есть эти вопросы должны возникать. Это иногда бывают сложные моменты, когда что-то происходит в жизни. Это мы с этим часто сталкиваемся. Человек там заболел, у него случились какие-то несчастья, тогда задается. Но не только. То есть человек должен, в принципе, просматривать свою жизнь и понимать, зачем, ради чего он живет. Если эти вопросы возникают, то, возможно, дальнейший диалог. Что же церковь может сделать в данной ситуации? То есть нужно ли ему что-то менять? По сути, мы можем взять пример из какой-то обстоятельств семейной жизни. Когда в какой-то момент семейная жизнь не складывается, человеку нужно остановиться, задуматься, как изменить. Двоим людям нужно задуматься. То есть в жизни действительно это бывает. Да, бывает так, что человек может прожить, не обращая внимания на не обстоятельства своей жизни, не окружающих. Но здесь сложно, тут даже не о чем говорить часто. Да, но человек говорит, я хочу измениться. Но вот мне, как православному, кажется, что без помощи Божьей спасение невозможно. А где ему встретиться с Господом? Я вот думаю, как раз именно в таинствах. Вы согласитесь со мной, Елена? Да, безусловно. Но я бы хотела еще отнести небольшое дополнение вообще относительно спасения. Дело в том, что еще многие, в принципе, не понимают, что это. То есть мы же говорим о жизни вечной. То есть если тебя вполне устраивает твое земное, ограниченное временными рамками существования, ну, окей, то есть это не к нам. Мы говорим о вечной жизни. И тут, может быть, даже стоит вспомнить научный аргумент. Аргумент Пари Паскаля. Что мы не знаем наверняка, а есть ли жизнь после смерти или нет, но будет разумно, если она есть, жить здесь так, чтобы оказаться вечной жизнью. Потому что в таком случае ты выигрываешь. Если же ее нет, то ты ничего не теряешь. Но если же она есть, а ты живешь в грехе, то все ты проиграл. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Итак, Церковь Христова – это то единственное место на земле, единственное место на земле, где человек может подготовиться к жизни вечной, встретиться с Христом и обрести жизнь вечную. И вот таинство Евхаристии – главное таинство православной церкви. Соединяясь с Богом, человек получает возможность жизни вечной. Двигаемся дальше. Нам говорят. А вот мы читаем, тот же апостол Павел пишет, к Коринфской церкви, к Эфесской церкви, к Римской церкви. Церквей выходит много, спрашивают нас. А мы православные говорим, нет, церковь одна. Сегодня мы слышим, довольно часто, может быть, даже слишком часто мы слышим, Элладская церковь, Константинопольская церковь, Американская церковь. Так что церквей много? Вот много или одна? Вот мой следующий вопрос. Христово церковь. Мы можем ответить, опять же, для начала, словами того же апостола Павла, то есть послание официанам, он говорит о том, что Бог один, и одна вера, и одно крещение. Мы можем дополнить это и словами одной церкви. То есть единство церкви основано на, в общем-то, монотеизме, на том, что Бог один, и путь к нему тоже один. Различие, вот это название, которое вы упомянули, оно, в общем-то, достаточно объяснимо. То есть церковь существует на всей территории планеты, скажем, в разных странах, городах и так далее. То есть различные исторические обстоятельства, сейчас существующие, там, государственные границы и так далее, они тоже влияют на это. Но это не делит церковь. Это необходимо местное устройство, оно, церковь используется всегда. Изначально, да, то есть каждая церковная единица, то есть сейчас бы мы назвали это приходом, то есть она действительно могла быть независима. Но связи между ними всегда существовали. То есть то, что мы называем соборностью, по сути. То есть взаимосвязь была независима, то есть они были независимы, но и зависимы одновременно. Потому что они общались между собой, они находились в молитвенном общении хористическом, как и сейчас. И еще зависимы были в рукоположении поставления епископов, то есть глав своих церквей. При этом свои это они управляли независимо. Но названия могли иметь разные. То есть названия разные, а церковь фактически одна. Да, да, да. Можно привести пример, что как и Господь един в трех ипостасях, так и церковь едина в своем множестве. Потому как везде Христос. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Тема бесконечная. В начале нашей программы прозвучали слова апостола Павла, где он говорит, что церковь есть тело Христа, а мы все крещенные в Него. Мы члены этого тела. Это сокровеннейшая духовная истина. Но буквально два слова. Как мы воспринимаем церковь как тело? Мы можем взять образ семьи. Так, так. То есть люди, которые между собой различны. То есть они уже разошлись в каком-то смысле. То есть это не единое совсем церковь. Но тем не менее они как родные составляют единое. То есть церковь это тоже некая община близких по духу, по общению, по молитве. То есть людям, которые не только молятся вместе, и участвуют в этой христии, они в общем-то в каком-то смысле поддерживают друг друга. Общаются с друг другом. То есть это все наличествует в церкви. Я прошу, если в студии у кого-то есть вопрос вот по первому блоку нашему, что есть церковь, его можно задать. А наши эксперты на него ответят. Пожалуйста. Да, вопрос такой. Вот часто приходится слышать такие слова. У меня Бог в душе. Я верю в душе. Зачем мне нужна церковь? Ну, к сожалению, приходится такое слышать, что можно ответить такому человеку? Я продолжаю Ваши мысли. Обычно те, которые говорят, что у меня Бог в душе, мне и церковь тогда не нужна. Вот, они обычно... Зачем мне нужна вообще церковь? Я могу верить в душе, могу молиться дома. Спасибо большое. Зачем церковь? Спасибо. Это вопрос целой программы, честно говоря. Если можно, давайте ответим на этот вопрос. Ну, если мы говорим о вере человека, мы можем здесь привести в пример также мировоззрение человека. Оно не может никак не выражаться в жизни человека. То есть, если человек во что-то верит, живет какими-то ценностями, они должны как-то проявляться наружу. То есть, если человек имеет верю в душе, она должна как-то проявляться. Если он говорит, что он христианин, но в его поступках мы не видим этого, то есть, ни исполнения заповедей, ни молитвы, ни каких-то вещей, которые это предполагают, то мы можем говорить о том, что веры, в общем-то, и нет. То есть, вот эти слова должны, в общем-то, быть ответом. Вера должна иметь свое внешнее проявление. То есть, нельзя просто сказать, что я верующий, или я, например, принадлежу какой-то там партии, или какой-то структуре, или у меня есть какое-то мировоззрение, но это никак не проявляется в моей жизни. Вера без дел мертва. Да. Вера без дел мертва. Да. Я, когда слышу такую аргументацию, у меня было в душе, то есть, я всегда задаю вопрос, откуда ты знаешь? Ну, действительно, вот откуда ты знаешь, что это именно Бог, и Он у тебя в душе? Кто-то живет, но Бог ли это? Откуда такое уверенность? Да, потому что это именно Бог. Вы знаете, как правило, люди задумываются. Да, спасибо большое. Вот я только хотел сказать, вы меня просто, как бы, отняли мой аргумент. Спасибо, я подвожу черту под первым нашим вопросом. Итак, церковь Христова, вот, она создана самим Христом Богом для нашего спасения, для того, чтобы мы, здесь на земле, изменившись, вошли в Царство Небесное, в Его Царство. Церковь есть невидимое, мистическое тело Христова, которое составляем. Мы все, крещённые во Христа. Все, кто жил на земле, умершие, но были, умерли в вере и в надежде на Христа, они составляют. Церковь составляет, я начал, конечно, с конца. Прежде всего, церковь, это Богородица, это святые ангелы, это праведники ветхозаветные, и все живущие ныне, крещённые и умершие. Вот это Церковь Христова. То есть мы все частички вот этой его церкви, поймите это. И церковь, когда собираются вместе, церковь это собрание, церковь, когда собирается вместе, она собирается для встречи со Христом, в Его таинство в церковных. Вот здесь я пока поставлю, наверное, точку, ну и последнюю, может быть, а точка уже такой, по местной церкви, это все одна и та же церковь. Это не много церквей, это одна и та же церковь. Некоторые протестанты мне говорят, ну у вас же много, нет, у нас одна, просто по местной, то есть по месту. Украинская церковь? Украина. Грузинская? Исповедуй Христа в Грузии. Понял, я надеюсь. Идем дальше. Сейчас мы послушаем слова святого сербского, Николая Сербского, святителя, который касается церкви. Это святой XX века, кто его не знает. Пожалуйста, давайте послушаем его. Еретические теологи пренебрежительно называли православную церковь окаменевшей церквью. Из-за чего? А из-за того, что эта церковь, по ей словам, не идет за временем и не приспосабливается ко времени. Но именно в этом и есть слава православия, в том, что оно не идет за временем и не приспосабливается ко времени, а поступает в соответствии с заповедью апостола Павла. Не сообразуйтесь с веком сим. Итак, наверное, приходилось слышать, мне лично приходилось, ваша православная церковь, она очень консервативная и так далее. Давайте мы объясним сначала тем, кто нас слышит сейчас, вообще, почему церковь называется православным? Что означает быть православным? Ну, мы слово православие именуем, в общем-то, и наше исповедание веры, вероучение церкви, мы тоже называем православным, и сама, собственно, церковь именуется православной. Слово, опять же, происходит от греческого, то есть, обозначая, если так полно выразиться, то есть, правильно славящих Бога. То есть, те, кто правильно славит Бога. То есть, отличая от тех, кто в силу принятия тех или иных ложных учений, отступают от истины и являются инославными. То есть, мы именуем, в общем-то, для различий. Вот. Слово, не, скажем, привычное нам на слуху, но церковь, она достаточно давно. То есть, сколько я помню, это Климент Александрийский во II веке употреблял впервые это слово, а в церковных документах оно закрепилось еще с Халкидонского собора 451 года. Вот. Употреблялось оно наравне и с другими наименованиями, безусловно, то есть, не противоставляя им. Угу. Угу. Я правильно понял. Православное, значит, правильно православляющее и исповедующее. Ортус и доксис, вот, в переводе с греческого, да, то есть, православие. Да? Ильичка, вы хотели что-то добавить? В общем-то, я полностью с батюшкой согласна, тут мало что можно добавить. Единственное, что ортодоксы – это всегда люди, которые идут согласно правильному учению. И впервые, как батюшка сказал уже, это название было употреблено апологетами, защитниками веры, защитниками церкви от разнообразных еретических течений. То есть, отхождение, отпадение от того, что было сказано Христом и апостолом. Угу. Дорогие друзья, некоторые говорят, что православие, слово, появилось только после раскола, когда был раздел XI века, на католиков и православное. Это не так. Вот сегодня отец Богдан и Елена говорили о том, что нет, правильное исповедание и правильное прославление – это было известно термин гораздо раньше. Уже на мой вопрос ответили. Итак, да, пожалуйста. Я хочу добавить, что в принципе церковь называлась кафолической, да, и до раскола, до 1054 года, но у нас есть все основания называть ее кафолической и сейчас. Кафолическая – это соборная? И тут игра просто разночтений букв. Это значит всеобщая церковь. Всеобщая. Поскольку православная церковь, она представлена в разных странах, то она тоже получается всеобщая. Почему только католическая? То есть, это синонимические слова. Но традиционно после ухода католической церкви, отхода от ортодексального вилучения, православного, правильно славящего, мы называем себя именно православными, ортодекс. Итак, правильно исповедовать Бога означает православным быть. Правильно исповедовать, да? Что такое правильно? То есть, в соответствии с священным писанием, священным преданием, да, вот, то есть, когда я говорю священное предание, дорогие друзья, я имею в виду апостольские послания, соборы вселенские. В общем, что такое правильно исповедовать? Это в соответствии с тем, что написано, да? В соответствии с той верой, которая была передана изначально. То есть, то, о чем мы говорим, то есть, вера была, мы, согласно православного вероучения, то есть, вера была передана вся сразу. То есть, она хранится, то есть, церкви пребывает изначально. То есть, мы не вносим каких-то новшеств, мы можем раскрывать какую-то терминологию, но не менять само вероисповедание. А вера изначально, да, она находится в священном писании и в том, что передано святыми отцами. То есть, некоторые труды отцов, богослужения и так далее, то, что сохраняет, по сути, нашу веру. Скажите, а что происходит с теми собраниями, в которых неправильно, неправославно исповедуется Христос и где неправославно учат? Вот, что с этими собраниями происходит? Они перестают быть церковью Христовой? Они, по сути, да, они отпадают от единства церкви. То есть, мы, опять же, напоминаем о том, что церковь между собой находится в общении согласно той вере, которая была принята. То есть, вера исповедуется общей между всеми православными церквами. Если кто-то меняет вероучение или нарушает его, или начинает проповедовать ересь, он, по сути, отпадает от этого единства. А это опасно, потому что в это собрание, что в это собрание, наверное, Господь не придет. Это, по сути, отпадение от Христова. Отпадение, да. Итак, дорогие друзья, есть церковь, вот, есть вероучение. Некто в церкви начинает учить не тому, что было передано от апостолов, от самого Господа, вот, не тому. И собирает вокруг себя людей, и говорит, мы тоже церковь. Вот, в некоторых протестантских доминациях, встал какой-то Джон Смит, говорит, сегодня мне Господь явился, собирайтесь, я буду вашим начальником. Нельзя так, в православии так не бывает. Вот я привозу конкретный пример. В православии нет папы. Вот, в православии нет папы. В православии все решается соборно, да, всеми церквами. А папы, которые командуют, у нас сейчас, на сегодняшний день нет. Вот я беру свежий пример. Сейчас Варфоломей Первый, Константинопольский патриарх, пытается взять на себя такую роль православного папы, и взять на себя командование остальными поместными церквами. Постепенно складываются учения, учения, которого мы, как православные, не знаем. О том, что есть некий человек, который будет управлять, будет давать автокефалии, кому хочет, будет снимать. То есть он главный. У нас есть главное вообще-то в церкви, у нас есть такое, принято такое, у нас есть православный папа. Я считаю, что это разновидность неправильного учения, скажем, да? Как вы согласитесь со мной или нет? Нет, ну, безусловно, в общем-то, это одна из причин, почему католическая церковь перестала быть православной, правильно славящей. Потому что церковь принимает догмат о непогрешимости папы. Принимает она его достаточно поздно, то есть, если я не ошибаюсь, в конце 19 века, 1870-й, по-моему, год, что папа непогрешим в своих решениях. На догматическом уровне это закрепляется, но идея того, что глава римской церкви является одновременно главой всей церкви, где бы в каких бы странах она ни была представлена, но более того, он еще является и светским главой, то есть управляет, совершает свое управление в политике международной. И не только как глава государства Ватикан, но, как исторически известно, папа позволял себе диктовать волю и суверенным монархам. Безусловно, у нас в православии этого нет. Главой церкви, конкретной поместной церкви, является патриарх, который тоже не принимает единоличные какие-то решения. Церковью управляет синод. Либо же, если проблема касается каких-то серьезных вопросов, то тогда собирается собор, полнота всех епископов. И вот мы сегодня все, наверное, были на литургии, и мы в определенный момент с литургией, литургия, братья и сестры, это главное богослужение православных христиан, поем, хор поет, а мы как бы соглашаемся с этим, един свят, един Господь Иисус Христос, один свят. А история с папой, будь то католическим папой, или сейчас попытки современной Варфоломея I стать православной папой, это попытка сказать, нет, кроме Христа еще я свят, вот, и так далее. Это, это есть, что называется, ересь, это ересь, или, ну, вот, это ересь, не, то есть, что такое ересь? Ересь, это не просто ошибка, это неправильное учение о вере. Батюшка, вы с собой согласитесь? Хорошо, если это так, чем это опасно? Опасно тем, что изначально, да, то есть, вот это устройство римской церкви, это некая надстройка на той структуре, которая бытовала, скажем, в начальной церкви. Она безусловно появилась в историческом каком-то процессе, но они его догматизировали. То, что вы говорили, то есть, о конце 19 века, догматизировали, каким образом, то есть, папа в неком смысле становится главой церкви, которой у нас именуется Христос. То есть, он на себя берет права Христа в церкви, а по сути, он себя таким именует, потому что он именует себя векарием Христа, замещающим, если можно так сказать, на время отсутствия. И опасность в том, что он фактически является тем, скажем, критерием истины, церкви, вместо самого Бога. Да, пожалуйста. Смотрите, согласно этому догману, папа римский, он непогрешим. Непогрешим. Экс-катедра, то есть, пребывая на престоле, он непогрешим. Любые его решения, которые бы он не принимал. Веручительные. Экс-катедра, да, совершенно верно. Они непогрешимы. Но дело в том, что были прецеденты, когда последующим папам приходило извиняться за те решения, которые принимали папы предыдущие. Но дело в том, что папа римский, как и патриарх, это обычный человек. Разве может быть обычный человек земной, непогрешимым, даже в вероучительных вопросах? Тем более, что он принимает их единолично. И вот мы и говорим, это не православно. Мы говорим, Господь в Евангелии, предание церкви, священное писание, священное предание, ничего не говорит о папстве, ничего не говорит об этом. Это неправильное учение. И если в собрании учат неправильно, то я сейчас возьму на себя смелость, когда такое, в такое собрание, они претендуют на то, что называется церковь, Христос может, не может, а не является. Ибо это собрание, внимание, неправославно. Неправославно, следовательно, это не Христова церковь. Вот еще скажу такое. Мне говорят, ну это только отвлеченный богословский вопрос. Я всегда отвечаю, ну вот, как-то отвлеченный богословский вопрос. Вам, вот вас зовут Вася, а я вас буду назвать Петя. Вам все равно? Вот. И Богу не все равно, как его исповедуют. И может быть, я очень вульгарно говорю, но согласитесь, что это не отвлеченный богословский вопрос. Если люди исповедуют неправильно, неправославно, то церковь это уже не Христова, и Господь туда не является. Вы со мной согласитесь? Дорогие друзья, вы со мной согласились? Я сейчас вот попрошу, мы продолжаем второй блок, у нас большой. О том, как определять православность или неправославность. О том, что православность, я подчеркиваю, это соответствие учению Христа абсолютное. Никаких искажений. Если будет время, еще поговорим об искажениях. Еще поговорим об искажениях, как они опасны. Сейчас я попрошу кого-нибудь в студии прочесть символ веры каждого православного человека. Наши дорогие зрители, послушайте, я попрошу не очень торопиться, послушайте этот символ веры. Ему 1600 примерно лет. Он неизменно читается на наших православных богослужениях. И здесь, в 12 частях небольших, коротких, изложена вся наша вера. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина. Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и Марии, и Девы, и вочеловечшегося. Распятого же зоны при понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемая и славима глаголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение и восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. Вот, дорогие друзья, вы услышали изложение нашей православной веры, краткое. Люди отдавали жизнь за то, что исповедовали Господа именно так. Вот. Исповедовали именно так. Я прошу наших гостей-экспертов рассказать об этом символе веры. Его называют Никео-Цареградский символ веры. Никео-Цареградский символ. Пожалуйста, если можно, хотя бы вкратце. Исповедование веры было в церкви изначально. То есть, человек, входящий в церковь, исповедовал, в кого и как он верит. Первоначально применение символ веры – это таинство крещения. То есть, человек во время крещения исповедовал Бога, Творца Вселенной, исповедовал Христа, сошедшего этот мир, страдавшего и воскресшего. То есть, все это, в общем-то, находилось именно в этом моменте. Но когда начался период, период уже с эпохи Константина, период споров догматических, то символ веры был вознесен на соборах. То есть, Никейский 321-й и 325-й, и потом уже 381-й, второй собор, который расширил о Духе Святом. Этот символ веры остался неизменным. Со временем он вошел в важнейшую часть, которую вы упоминали, в богослужении – литургию. И, в общем-то, должен быть известен каждому христианину. Он лежит в основе нашей веры. Хотя, конечно же, есть и другие критерии, которые также важны. Мы о них тоже будем, наверное, сегодня говорить. Да, спасибо. Вот, Никейский 321-й и Сареградский символ веры. Если человек его исповедует, исповедует его, это он православный. Это не все, как сказал батюшка, да? Вот, наверное, не все. Но если он исповедует не так, то он точно не православный. Вот, если он исповедует не так, то он не православный. По поводу символа веры, который сейчас был изложен, есть с теми же католиками серьезное расхождение. Я просто сейчас не хочу пока, чтобы мы входили в серьезные богословские моменты. Да, оно там. Но, если, предположим, неправильно исповедуешь хотя бы один небольшой элемент, нету неважного. Вот. Если ты неправильно исповедуешь Бога Троицу, Отца и Сына Святого Духа, если ты не исповедуешь Господа так, как изложено в Никео-Цареградском символе веры, ты не православный и ты не христовский. И ты не христов. Вот. Елена, вы со мной согласитесь. Вот сейчас мы, я сейчас как раз вам хочу обратиться к вам как раз, у нас очень много говорят о каноничности. Вот. Сейчас в связи с последними событиями, там, вот этим всем Томасом Порошенковским, там, да, начали каноничность, не каноничность. Что такое каноничность? Просто вот людям объяснить. Какая церковь канонична? Вот она канонична. Та, которая, ну, я не буду забегать. Я думаю, что нужно начать вообще с определения того, что такое канон. Канон, да. Да, то есть канон – это определенное правило, или это свод правил. Но, вы знаете, я бы хотела, вот, в связи с тем, что вы сказали, о том, что сейчас у нас все резко выучили слово каноничность, и более того, многие очень стали специалистами по каноническому праву. То есть это не просто по канону, а это по науке, о применении этих правил, да, то я бы хотела сказать, что, знаете, я когда еще училась в университете, то, разбирая православие, где-то, может быть, его, ну, в сравнительном религии, видимо, его отличие от христианства, то в истории религии нам рассказывали, что православная церковь, она как бы менее подвержена такой излишней юридичности, да. Что, где правило, играет вот первейшую роль. Правило и правильно. Правило. То есть, и больше, если мы его, ну, если мы эти правила, к примеру, не выполняем, то уже мы совершаем нечто ужасное. На самом-то деле, православная церковь – это еще и церковь духа. То есть мы не опираемся просто на законы, в отличие от католической церкви, в которой там, ну, на самом деле, действительно, достаточно развитая система права канонического, которая так сложилась исторически, что они стали наследниками римской традиции, римского права, то православная церковь с ее восточным мистицизмом нам менее, может быть, ориентирована на это, на правила. Поэтому меня удивляет, когда мы все резко заговорили о канонах и руководствуемся не духом, а не писанием, а какими-то правилами. Ну, скажите, ну, хорошо, если у вас по правилам будет какая-то справка, то что это вам гарантия того, что вы, вот, обязательно будете спасены? Ведь мало даже быть канонической. Пребывая в канонической церкви, в церкви нужно жить еще как христианин. И своими делами доказывать, что ты действительно христианин и православный. Так, я понял. Я вас приведу пример для Украины очень и очень понятный. Надеюсь, будет понятный. В символе веры, сейчас вот Всеволод читал, говорится, веруя во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Четко сказано, во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Некто, который когда-то, человек, который назывался когда-то Филарет, и когда-то был каноническим, законным экзархом Украины, да, после того, как был отлучен, в нарушение вот этого веруя во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, Создают какую-то некую свою организацию. И называют ее тоже церковью. Киевского патриархата. Это нарушение учения о церкви? Наверное, да. Является ли это собрание церковью Христовой? Думаю, нет. И именно потому, вы со мной согласились, именно потому, что каноны были церковные, нарушены, учение о церкви было нарушено. Спрошу у зала, есть ли вопросы по этому, по второму вопросу. Правильно нужно понимать слова Христа о том, что где двое или трое собрались во имя Мое, там я среди них, чтобы не получилось, что любое собрание людей, по сути, можно было называть церковью. И последующий такой же вопрос о роли епископа, то есть предстоятеля в церкви, то есть чтобы была разница, глава церкви Христос или предстоятель, чтобы не было путаницы. И насколько сейчас распространена стала такая, мне кажется, ересь, что да, мы, миряне, в принципе, ограничиваем общение с инославными людьми, но наши предстоятели, в том числе патриарх, должны продолжать миссионерскую деятельность, а не преемники апостолов, и общаться с инославными. Но сейчас это пытаются назвать ересью экуминизма. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что такое миссионерская деятельность, и что такое экуминизм, грех, это ересь, что это такое? Спасибо, тут два вопроса, я так понял, тут два. Да, тут даже больше. Ну, давайте кратенько по первому вопросу. Давайте я вас соединю со вторым вопросом, то есть начну с него. Есть такие слова священномученика Игнатия Богоносца, епископа антиохийского, святого, по сути, первого века знавшего апостолов, он говорит такие слова, что где епископ, там должны собираться верные. И где Христос, там церковь. То есть вот эти слова о предстоятеле церкви и так далее, то есть мы можем говорить, что любая община христианская, возглавляемая даже священником, конечно, не во всей полноте она являет церковь, но по сути, это образом ее является собрание апостолов Христа. То есть та первая община христианская вокруг Христа, это для нас образ для каждой из наших общин. Но она имеет свою главу. То есть непосредственно, в данном случае, предстоятели той или иной общины. Священника, епископа, митрополита или патриарха, то есть любая поместная церковь имеет такое возглавление. Это ключевой принцип. Это не отрицает того, что Христос является главой всей церкви и руководит всей церковью. Но ключевой этот момент должен быть. То есть это момент, который нас, в общем-то, связывает и дает некое единство внутри. Мы можем говорить о православии даже как и о структуре, даже так, и иерархии. Здесь еще о апостольском преемстве, возможно, если поговорить. Если собрание двое, трое, сколько-то собрались, то есть если возглавляет это собрание тот, кто имеет апостольское преемство, то есть я для наших телезрителей говорю, чтобы они не уходите от нас, слушайте, сейчас все будет понятно. Вот у нас отец Богданович сейчас в студии. Он законоположенный священник. От апостолов преемство рукоположений дошло до отца Богдана. Так я правильно говорю. Две тысячи лет идет это. Если собрание возглавляет законоположенный священник, до которого цепочка рукоположений дошла, вот, он часть апостольского преемства, он законный священник, это собрание законно. Это православное собрание возглавляемое священникам. Он может служить в литургию. Если просто человек с улицы говорит, мне вчера приснился некто с крыльями или без, я теперь буду вашим главой вашей церкви, и все говорит, это церковь Джона Смита, то это может быть какое-то собрание, какая-то организация, но это не церковь Христова. Вот, собственно, все. Второй вопрос был по поводу экуминизма, по-моему, да? Что сегодня экуминизм? Собственно, мы говорим же сейчас не о научении, не донесении до оппонентов наших каких-то первоучительных истин, да? То есть, что будет миссионерской деятельностью, по сути, или в оцерковлении других людей. Что такое экуминизм в современном понимании? Это когда мы пытаемся, вот, Бог един, да? Мы говорим, Бог един. Какая разница, как мы его славим? Давайте вот все объединимся и будем славить его одинаково, независимо от того, что у нас есть разница в вероучении, то, что у нас есть разница в богослужении и так далее. В дополнение к вашему первому вопросу я бы хотел еще добавить, что не просто где двое-трое соберутся, да, а где есть Христос. Христос присутствует в церкви, в Евхаристии, в причастии, то есть не просто собрание. Церковь, можно сказать, она актуализируется именно в таинстве Евхаристии. Вот, то есть это немаловажно. А вот я еще добавлю, отвечая на вопрос, я так вот по-простому скажу, по поводу экуминизма, дорогие друзья, это такой призыв, давайте, вот сегодня в этом говорили, давайте-ка оставим эти богословские споры, ты так Бога исповедуешь, я так, давайте все вместе объединимся, как в той песне, да, возьмемся за руки друзья, да, вот здесь это не проходит. Я приведу пример, опять же, с семьей, вот сегодня отец Богдан вспоминал, семья, я приведу, с семьей пример. Предположим, есть большая семья, есть отец, есть сыновья, и вот один из сыновей, предположим, папу своего отца обидел. И ему говорят, ну, ты должен или извиниться, или ты не наш, мы с тобой не будем, ты отца нашего обидел. А он приходит через некоторое время, не извиняется внимания, не извиняется, не кается и говорит, ребята, да что вы, елки-палки, ну, ну, обидел папу когда-то там, что-то ему сказал, какие-то обидные слова, да, давайте заводим, все, уже папы нет уже, давайте объединяться. Нельзя, нельзя. Мы папу предадим, отца свой предадим. Вот Бога отца предадим, если мы объединимся с теми, кто неправильно его исповедует. Здесь поставлю я точку, спасибо за очень интересные вопросы сегодня, у нас еще последний третий блок. Подводя черту под вторым вопросом, я скажу, что Христова церковь, это только православная церковь. Почему? Потому что только православная церковь исповедует так, как учил Христос, как изложено это в Священном Писании, как изложено это в учениях учеников Христа апостолов, так как учат этому Вселенские Соборы, я сейчас не буду, вот по их постановлениям, все абсолютно в соответствии. Ортодоксо, правильно, никуда ни в шаг, ни в лево, ни в право. Вот это православие. Мы правильно исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу, Бога Троицу, и мы правильно исповедуем в соответствии с тем, что я сказал. Если люди себя называют христианами, но исповедуют не в соответствии с тем символом веры, который читал сегодня Всеволода, то они, может быть, и могут себя называть христианами. Но с нашей точки зрения Христос не присутствует в их собраниях. Они не Его. Переходим к нашему третьему блоку вопросов, и я снова прошу внимания на экран. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Я бы хотел, чтобы мы поговорили конкретно об искажениях. Видите, Господь какие суровые слова говорит, а те, кто неправильно учит. Какие нововведения, искажения Священного Писания вам приходят, вот сразу же приходят на ум, да? Ложное учение о Боге в христианских доминациях, которое вот сразу приходит. Если, вот, пожалуйста, если можно прокомментируйте их. Возвращаясь в цитате, о которой вы уже говорили вначале, о том, что вера без дела мертва, то есть мы можем говорить о том, что вера взаимосвязана с жизнью человека, и, в общем-то, взаимосвязана и с религиозным сообществом. То есть наша вера, если она чистая, то это, в общем-то, некая математическая, ну, геометрическая линия, которая доведет нас до необходимой точки. Если у нас есть те или иные искажения, они так или иначе отразятся на нашей жизни. Можно использовать греческое слово аскетика, то есть наш путь к Богу будет непрямым, то есть он будет вести в другую сторону. То есть вот пример, который можно привести, там, вероучение католической церкви о Духе Святом. То есть если... То есть они, если в церкви, все совершается Духом Святым, мы об этом свидетельствуем. То есть совершается крещение, подается благодать Духа Святого, совершается Евхаристия и так далее. В католическом сейчас, вот, литургическом применении все это совершает священник. То есть он является, опять же, викарием Христа, замещающим его. То есть он своей, якобы, властью совершает то, что должен совершать Дух Святой. То есть это некое вот такое искажение, исказившее сначала символ веры, выразившегося уже в практике молитвы и богослужения. Можно приводить другие примеры, но искажение священно... Ну, более разительное, там мы можем сказать, искажение священного писания у свидетелей Иеговы. То есть они полностью его искажают, исходя из своего уже учения. Потому что то или иное уже неподходящее, они уже не могут объяснить какими-то силогизмами, какими-то объяснениями. Они просто начинают его... А вот, если можно, давайте на святях Иеговы остановимся, потому что многие наши зрители, наверное, видели святей Иеговы, они стучали к ним в двери, там, скажем, да, или приходили домой, или хватали там за руки на улице. А чему они учат? Почему не православно учат иеговисты? Ну, они Христа отрицают. Они отрицают. То есть они вообще, их нельзя назвать христианами, на самом-то деле, потому что они верят в Бога, который называют Иегова. Христос у них не является Богом, они верят в Святую Троицу. То есть, в принципе, у нас нет оснований их называть не христианской религией. Да, это не христианская. То есть это, собственно, вообще какая-то не религия, которая возникает на основании именно искаженного понимания, как Борисович сказал, святого письма. То есть кто-то что-то прочитал, и вот его своих. Хорошо, да. А вот мы слышали, я сейчас вот некоторые термины, а вот есть, мы почему-то, почему-то не считаем православными, то есть не считаем Церковью Христовой людей, которые учат, например, о том, что... Я сейчас все... Я вообще, вы смеете, думаю, вот употреблять сложно, да сейчас меня упрекнут мои коллеги, что я сложные вещи говорю. Но вот есть, скажем, церкви, с которой мы не можем общаться, потому что они исповедуют, что в Христе, например, есть только одна природа. Он только Бог. Он не человек. Да. Вот это такая... Монафизиты они называются, да? Да. Ну давайте вот... Я понимаю, что это сложно. Давайте просто объясним. Дорогие друзья, вот есть люди, которые верят в Христа. Верят в Христа. Но они говорят, что Христос не человек. Он только Бог. А Христа верят. Христос действительно Бог. Но мы, православные, исповедуем, что Христос и человек. Мы только что слышали с вами, Сима Оливера. Он родился... Вот, а Духа Святая и Мария Дева, она человек. Слово. Христос Бога человек. Вот, если можно, буквально два слова. Почему это не просто богословские какие-то нюансы? Христос не человек. Говорит, я только Бог. В чем опасность здесь? Здесь опасность, опять же, вот, нарушение, вероучение. Здесь, опять же, опасность ложного духовного пути, который последует за этим. То есть здесь, вот в данном моменте, то есть мы свидетельствуем о том, что Господь, будучи Богом, соединяется с человеком. Соединяется со всей полнотой человеческой природы, то есть и душой, и телом, которые во Христе соединяются с Божеством. То есть то, что мы называем термином обожжения. Но здесь, вот это полноценное соединение, в общем-то, допускает не... Мы не унижаем человеческую природу во Христе. То есть во Христе все равно остается и, опять же, человеческая воля, которая сопутствует Божественной. То есть он не лишается своей человеческой воли. А если мы, в общем-то, в неком смысле соединяем некую богочеловеческую природу, к которой говорят монофизиты, то человек здесь умоляется. То есть он становится в подчиненное состояние Божественной и, в общем-то, каким-то образом затирается. То есть занимая как бы некое такое второе подчиненное место. Ну вот нам говорят, ну и что? Ну и, ну и, ну вот учить неправильно. Так что, это уже теперь это не Христовая Церковь, не православная? Вот. Ну тоже не православная, это точно. Да, да, да. Да, это точно не православная. Они могут себя так именовать, конечно. Они могут себя именовать, безусловно. А вот давайте поговорим о наших знакомых нам, людям, которые говорят, что вот они себя называют там, ну не знаю, там вот современные там не будут даже там всяким как называются, господи помилуй, протестантские деноминации такие, да, харизматические там деноминации, где там люди там ведут себя довольно странно, там разными голосами говорят, там скажем, что-то там курлыщут, вот, они тоже говорят, что у них собрание, они называют свое собрание церкови, они называют свое собрание церкови. Что здесь, что здесь присутствует? Это ересь искажения учения Христового? Ересь искажения, опять же, опять же, то, что я говорил, это ложный духовный путь, причем здесь еще ложная мистика, скажем так, которая, в общем-то, заменяет действия Святого Духа, заменяет какими-то вот этими переживаниями и чувствами. Это есть уже и в католицизме, хотя меньше в мире, то есть, когда Дух Святой уходит из того или иного циклона организма, человек, оставаясь там, по некой необходимости начинает заменять это другим мистицизмом, то есть, другим духом, если так можно выразиться. И мистицизм ли это? Дело в том, что там страшно, на самом-то деле. Да, давайте... А как религиовед, я периодически все-таки, ну, посещаю подобные мероприятия, исключительно с научной точки зрения, посмотреть, что происходит. Я вам скажу, ну, страшно. То есть, они очень часто любят говорить о том, что на них сходит Святой Дух, они начинают говорить на языках. Ну, вспомните, мы в начале передачи об этом говорили, что апостолы заговорили на наречиях, их понимали. Тех, кто там посуществил. Они заговорили на наречиях народцев, и люди удивлялись, говорили, как вы, галилеане, можете знать мое наречие, на котором я говорю с рождения. Ну, а тут, извините, то есть, это не говорение на языках, это тарабарщина, потому что, ну, собственно, никто не понимает, и что это за язык. Пытались идентифицировать, была попытка, и это не относится к древним языкам, возможно, к каким-то потерянным, там и так далее. То есть, это просто обычная тарабарщина. Что происходит с человеком в этот момент? То есть, его психическое состояние, когда он начинает это делать? Вот тут есть вопрос. Да, его есть психическое, его духовное состояние. Есть мнение, что человек в этот период, вот, который, вот так называемый, там, голосолалия, как это называется? Не знаю. Голосолалия, да. Вот. Что человек открывается для вхождения нечистых духов. Есть такое нетолерантное мнение. Я его поддерживаю, кстати. Вот такой еще вопрос. Давайте здесь уточнение небольшое. Итак, человек, предположим, был, как мы с вами, крещен во Христа. Крещен в канонической православной церкви. Но потом начал учить неправильно. То есть, образовалась ересь. Ну, вот как Арий, кто-нибудь из наших зрителей, потом посмотрит, кто такой был Арий. Я сейчас не буду об этом говорить. Начинает неправильно учить. Арий учил, что Христос не Бог. Или, что Христос сотворен. Да, что Христос сотворен. Что он не был привлечен Богом. Вы смотрите. Начинает неправильно учить. Что происходит? Это ересь. И этот человек отпадает от церкви или нет? Вот, давайте вот здесь поговорим, что происходит с человеком и с собранием, когда он начинает неправильно учить. Что это, к чему я веду? Это небогословский вопрос. Если учишь неправославно, ты становишься нехристовым, ты нехристианин. Вот. И ты не спасаешься. Получается так? Вы со мной согласитесь? Конечно. Да. Вот этот момент я хочу подчеркнуть. Неправильное еретическое учение, будь то бывший филарет, который неправильно учит от церкви, он говорит, что может быть отлученными, при этом рукополагать Сергея Думенко, скажем, это ересь страшное. Это нехристовы. Это люди нехристовы. Вот. Ну что ж, итак, подводя здесь небольшую черту, сейчас я помню, что у нас есть вопрос от зала, но я хочу здесь провести небольшую черту. Итак, собрание, в котором неправильно, неправославно исповедуется Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Господь наш Иисус Христос как Спаситель, неправильно исповедуется Бог, это собрание неправославно, а церковь это неканонично. И человек, который называет себя священником, если он исповедует не так, не так, как было установлено Богом в священном писании, в священном предании, то это собрание и это учение неправославное, следовательно, оно и не Христово. В собраниях, где так учат, неправославных собраниях, Христа нет. Следовательно, вывод третьего нашего вопроса, быть Христовой церковью значит быть православной, там, где правильно, православно исповедует Господа. Теперь прошу последний вопрос в сегодняшней программе от нашей студии. Пожалуйста. Вы говорите, если собрание людей неправильно славит, неправославно славит Бога, оно не является Христовым, да, и Господь туда не приходит, в это собрание, его там нет. Но я много раз слышал такое учение, что у протестантов, у католиков есть благодать призывающая, но нет благодати спасающей. Не знаю, насколько это верно, если это так, то объясните, как это понимать. Спасибо. Для меня это вопрос сложный, честно говоря, я на вас уповаю, дорогие друзья, потому что я здесь в этом вопросе не очень силен. Если мы говорим о призывающей благодати, то Господь призывает каждого человека, вне зависимости от его места рождения, вероисповедания, его убеждения. То есть это бывает в жизни каждого человека. Мы не всегда можем услышать этот призыв, но Господь каждого человека касается в течение его жизни, в тех или иных обстоятельствах. Это независимо от той или иной религиозной организации, где человек пребывает. Поэтому католицизм и протестантизм здесь преимуществ не имеют. А вот созидание спасения действительно совершается только в Церкви Христовой. Сам процесс спасения, то есть вот этот путь сложный в чем-то сопутствующей благодати Святого Духа только в Церкви. Спасибо, 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 спасибо. Заканчивая нашу программу, я благодарю вас за терпение тех наших зрителей, которые решились услышать нас. Заканчивая, хочу сказать вот что. Если в результате нашей встречи всех, кто сегодня присутствует в этой студии, хотя бы один человек откажется от своих заблуждений относительно Церкви, то мы собирались, наше собрание было хорошее, мы собирались не зря. Если один человек, потому что для Господа одна душа очень ценной является, очень ценной, он за нее распялся. Поэтому если один наш зритель, один наш зритель пересмотрит свое ложное представление Церкви, мы собирались не зря. Если же найдутся люди, которые после нашей сегодняшней встречи, подумают, а почему я давно не был в храме, пойду-ка я в храм, я ведь крещеный, тогда мы будем рады еще больше. А лучше, дорогие друзья, если вы были крещены в детстве и забыли об этом, получили билет в Царство Небесное, а его не используете, не дай Господь даже возвратить его, идите просто в православный храм, начинайте жить обычной православной церковной жизнью, участвуй в таинствах, вот как говорит великий пророк и царь Давид, придите и вкусите якоблак Господь, потому что можно на берегу ходить долго, плыть, не плыть, не плыть, надо плыть, потому что на берегу все шансы окажутся одинаковые. И закончить я хочу цитаты из святителя Николая Севского, который сегодня уже цихировали, он говорит, будущее человечества в неизбежной связи с православием. Разумейте языцы и покоряйтеся, як с нами Бог. Спасибо за внимание и до новых встреч в программе Лестница в небо на канале Киевская Русь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...